День российского пейнтбола 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 Но тоже мы приобщали к нашему виду спорта именно к евроформатам, форматам общероссийским на надувном поле с натуральными газонами, что стало очень привлекательным вообще для всего Дневосточного федерального округа. Владимир, вы уже были гостем нашей студии, как раз готовились к данным турнирам и сказали, что одной из целью проведения этих турниров является привлечение все большего и большего количества людей. Насколько оправдалось это и другие ваши цели и ожидания? Вы знаете, оправдалось, потому что были опасения по количеству команд-участниц. В Владивостоке, как правило, собираются два дивизиона. Мы рассказывали о том, что у нас есть четвертый дивизион, у нас есть первый дивизион. И в том и другом дивизионе за прошедший год там собиралось небольшое количество команд, это 4-5. В Спаске мы начали серию турниров и у нас участвовали такие города, как Спаск, Арсенев, Находка, Уссурийск, Владивосток, Чугуевка, Яковлевка. Мы собрали 12 команд в четвертом дивизионе, ну и начали с трех команд в первом дивизионе. Самое большое количество команд в двух дивизионах было в Лисозаводске, потому что это был чемпионат Дальнего Востока формата 3 на 3. У нас были команды в первом дивизионе, у нас было 6 команд, это был Уссурийск, Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск. И 12 команд у нас было в четвертом дивизионе, вот, в Лисозаводске. Закончили мы серию турниров, в Яковлевке у нас было 16 команд в четвертом дивизионе, то есть появились команды от предприятий, то есть у нас участвовала команда от завода Прогресс из города Арсенев. То есть для нас это было такое приличное достижение. То есть это возможность даже корпоративные игры такие организовывать? Это не то, что... Даже не игры, наверное, это полноценные турниры. Это полноценные команды, то есть в Арсеневе в сентябре мы проводили соревнования для сотрудников завода Прогресс. Оттуда выросла и вышла команда, которая решила участвовать в серии этапов Кубка Приморского края. То есть они уже заявились как спортсмены, для них это был первый опыт. То есть представители крупных компаний сейчас могут обратить внимание на этот момент. Можно, в принципе, организовывать досуг своих работников таким образом и даже участвовать уже в профессиональных соревнованиях. Ну да. То есть вообще досуг устраивают очень многие организации. То есть мы часто принимаем компании от 30 до 200 человек. А вот сформировать команду и выставлять ее под своим брендом на соревнованиях по пайнболу, это становится сейчас модно, популярно и желаемо. Марина, вы являлись судьей, как я понимаю, на соревнованиях. Пока что хотелось бы в целом услышать вашу оценку, а потом мы более детально поговорим о разных городах, краях. В целом было, действительно, как сказал Владимир, очень хорошо по организации, по таймингу, по количеству команд. Потому что действительно на Дальнем Востоке не так много турниров, которые собирают такое большое количество команд с такой большой географией. У нас сформировался уже частично свой судейский корпус именно для этих турниров, которые на 90% состоят из девушек. Вот как интересно. Какой у них старший судья? Такие подбираться в бригаду судья. Как ни странно, редко по России у нас женские судейские команды есть. Вадим, поделитесь вашим впечатлением, насколько важно для Лисозаводска и для всех любителей пейнтбола было проведение подобного турнира. Ваши ожидания оправдались ли? Интересны ваши эмоции? У меня, скорее всего, были опасения, боязнь о приеме количества команд, гостей, которые питулованы, занимают определенный статус в спортивном мире. И выезжая на другие города, тот же Спаск, Яковлевку, я сам являлся игроком, участником команды. Я больше, конечно, смотрел на организационные моменты, меня интересовали, чтобы исключить ошибки, допущенные принимающей стороной в том населенном пункте, дабы их исключить у себя. Эти ошибки не допустить, чтобы все были довольны, все было хорошо, на высшем уровне. Я больше переживал как организатор о том, что, как произошло, очень хорошо, желающие играть именно в спортивный пейнтбол появились. Работаем над этим вопросом как с местной властью, с управлением спорта, делом культуры и молодежной политики города Лисозаводска, так и с ДСААФом напрямую, очень большую помощь получаем от их участия в данном проведении, в данном мероприятии. И желаем получить от них дальнейшее содействие, еще больше, в проведении на следующий год турнира уже более масштабного. И, извините, перескочу наперед, Володе скажу, что открою карты, что в следующий год у нас в преддверии расширения дивизионов. Поэтому у меня как организатора, игрока и организатора намного более щепетильные моменты. Вообще, да, в следующем году мы в Лисозаводске планируем устроить грандиозный турнир, потому что Лисозавод стал одним из самых-самых классных мест для проведения спортивного пейнтбола. Нам выделили там, благодаря Вадиму, стадион Вружино, стадион Локомотив вообще с идеальным газоном. Там все были безумно довольны, что мы проводим именно там. У нас было хорошее техническое обеспечение. Нам действительно очень помогла администрация города Лисозаводска, отделение ДСАФ в Лисозаводске. То есть нечасто можно увидеть, когда, например, на спортивных соревнованиях дежурит патруль полиции с собакой, дежурила карета скорой помощи. И в следующем году уже можно забежать наперед. В Лисозаводске будет проходить этап Кубка России по спортивному пейнтболу. Мы планируем собрать там еще больше городов с ДФО и расширить количество дивизионов. То есть, наверное, это впервые в Приморском крае, что мы открываем три дивизиона. То есть у нас есть команды, которые будут играть в первом дивизионе, в третьем дивизионе и в четвертом дивизионе. Насколько я понимаю, получается, что масштаб игроков, игры в пейнтбол вообще расширяется, количество игроков самих растет. Правильно я понимаю? Уже есть необходимость проведения таких очень серьезных соревнований. Да, сейчас есть возможность и необходимость дифференцировать игроков. То есть ребята, которые собирались с 16 команд, на самом деле мы уже ограничили, потому что мы не уложились бы по времени. К сожалению, осень в 7 часов уже темнеет, и нам нужно было заканчивать соревнования до 6 часов вечера. То есть максимальное количество команд, которые мы могли принять в Яковлевке, было 16. То есть мы уже там начали отсеивать команды, которые хотели. Они пришли смотреть, они приехали, им понравилось, в следующем году они будут заявляться. Команды, которые победили в серии этапов и стали лучшими, 6 команд лучших, мы переместили в третий дивизион. То есть это в соответствии с правилами РФП, которые предъявляет Федерация Пейнтбола Российская. Вы уже немножечко сказали об идеальной площадке для проведения подобных турниров. Хотелось бы чуть подробнее об этом услышать. Каковы требования? Потому что все-таки мы, любители, мы все больше как-то привыкли видеть игры в Пейнтбол. А это все-таки спортивные состязания. Что необходимо обязательно для этого? Ломаем все стереотипы о Пейнтболе. Вообще все привыкли видеть лесной Пейнтбол. Это лес, дерево, камуфляжи, это беседки, выпивка, шашлык. Вот это самые главные ассоциации с Пейнтболом, которые возникают на сегодняшний день у людей. В прошлой передаче мы приносили разное оборудование, показывали, в чем отличие тактического, прокатного и спортивного Пейнтбола. Идеальное покрытие – это покрытие как на футбольном поле. Это стриженный газон, отсутствие каких-либо препятствий, отсутствие каких-либо элементов леса, все, что может быть с этим связано. Это обязательно сеть, которая защищает, то есть оградительная сеть. И это надувные фигуры. За которые как раз можно прятаться. За которые можно прятаться, да. Идеально выставленное поле – это поле симметричное. Оно должно быть одинаковое для обеих сторон. Но единственная разница, что они меняются каждый гейм сторонами, для того, чтобы была возможность начинать с одной стороны и с другой стороны. Вот это и есть идеальное поле. На сегодняшний день мы установили в Лесозаводске поле с нуля за 6 часов. То есть это тоже такая, наверное, полезная информация, что на любом стадионе, который предлагают, мы можем организовать соревнования. Ну и, соответственно, это не так дорого, как любые другие соревнования. По сути, ну амуниция участников – это отдельный разговор, это понятно, да. Но, по сути, вы назвали хорошо стриженный газон и специальные фигуры. Да. Ну, собственно, это то, что необходимо для проведения соревнований в крупном масштабе. На сегодняшний день вот наше сообщество, у нас есть консорциум клубов Приморского края, куда вот входят все вышеперечисленные города. И у нас есть все необходимое оборудование для проведения турниров в любом городе. То есть это все мобильно, мы переезжаем из одного города в другой, устанавливаем, проводим соревнования, все это собираем и уезжаем. То есть в каждом городе есть организаторы, такие как Вадим, то есть у нас их много. То есть мы всегда друг другу помогаем, оказываем содействие. По поводу дороговизны участия в пейнтболе, продолжая ломать стереотипы, пейнтбол это недорого. Сравнивая его с другими техническими видами спорта, я бы сказал, что это даже дешево. Ну здорово, надо играть в пейнтбол, что я могу сказать. Марина, каковы ваши судейские постулаты основные? Вы оцениваете, например, площадку перед тем, как проводят соревнования или исключительно работу участников? Расскажите немножечко о вашем процессе судейском, нам интересно узнать. В основном площадки это идет как бы ложится на плечи организаторов. Это огромный плюс, если она по всем правилам установленная, ровное покрытие. То есть бывают ситуации, что и на земле без травы, скажем так, проходят турниры, и там в любом случае надо проводить, делать игры, судить игры. У нас основное, самое главное, это следить за тем, чтобы игроки не нарушали правил. Максимально быстро выводить людей, нарушивших правила, не давать им возможности продолжать нарушать дальше и дальше, то есть чтобы не приводило к штрафам для команды. То есть мы делаем все, чтобы игроки комфортно чувствовали себя на поле. То есть мы не мешаем им играть, но следим, чтобы правила не были нарушены. Так как у нас идут уже спортивные турниры, правилами жестко регламентированы определенные моменты. То есть если тебя поразили, ты должен встать и выйти с поля. Максимально быстро покинуть просто, не мешая другим игрокам. Не подсказывая, как не контактируя ни с кем. Как вы успеваете за каждым следить? Ведь достаточно большое количество людей на площадке. Смотрите, сейчас у нас идут игры 3 на 3. В среднем на поле присутствует 6 судей. В идеале должно быть 10. Четверо лежат по периметру поля, чтобы следить за игроками с внутренней части, которые по центру могут идти. И 6 полевых, они стоят вдоль каждого края. Три с одной, три с другой. И они каждый следят за игроком. То есть ничего от вас не скроешь? По сути, да. А мы продолжаем наш разговор о развитии пейнтбола в Приморском крае. Вадим, наверное, сейчас будет к вам вопрос. Насколько активно развивается пейнтбол в Лисозаводске? Я знаю, что работает секция специальная. Не совсем. Не совсем. Она начинает работу. Вот расскажите нам. После проведения турнира очень многие ребята приходят именно в спортивный, пейнтбол, интересуются спортивным пейнтболом, приходя из леса. Из леса это так называемое тактическое пейнтбол, прокатного, которым интересно. Посмотрели, пришли, посмотрели, что такое спортивный пейнтбол и решили попробовать себя. В этом спрашивают, интересуются. Сейчас мы запускаем как раз секцию. Выделяют нам место для тренировок в зимний период. Также подготовка тренировочной базы для летних тренировок. В данный момент ребята, которые приходят, они не знают правил. Так же, как и Володя при своё время предложил, когда запустили данную серию, я сам из леса занимался только в лесу, признавал только тренировочный пейнтбол. Казалось, что неинтересно. Неинтересно, потому что любой спорт, он позволяет свод правил. Но как можно судить о глубине реки, не зайдя в неё? И поступило предложение. Почему бы нет? Мои друзья, команды, едемышленники поддержали о том, что будет команда. Выйдем, поддерживаем всю эту турнировую серию. И понравилось, и вы знаете, что ничего здесь такого совершенно нету. Кроме того, что людей, как с одним судью разговаривал, с одной судью разговаривал, он говорит, меня удивляет тот момент, что данный вид спорта объединяет очень разные слои населения. В том плане, что возрастные категории, социальное положение, студенты, рабочие, пенсионеры и люди просто неравнодушны. Их всех объединяет, как сектантов, это спинтбол. Это можно объяснить, мне кажется, и потому, что нет каких-то явных противопоказаний к занятиям. Противопоказания, ну это Владимир может перейти. По противопоказаниям это перейти. Противопоказания здесь, как в любом виде спорта, то есть здесь кардионагрузка достаточно серьёзная, потому что мы всё время бегаем, бегаем на короткие дистанции. Но на соревнованиях, как правило, мы бегаем целый день. То есть для того, чтобы пройти отборочные игры, мы участвуем с 10, например, утра и до 14 часов. Поэтому противопоказания здесь, конечно, есть. Это сердечно-сосудистые заболевания, это другие какие-то сосудистые заболевания. Вероятно, травмы колен, например. Травмы, суставы, да. Тут, конечно, каждый спортсмен должен приносить документы, подтверждающие то, что его допустили к этим соревнованиям. Относительно спортивных секций, вот на спортивных секциях мы прорабатываем эти вопросы, когда к нам приходят дети и взрослые, мы запрашиваем справки. Справка подтверждает, что ребёнку разрешено заниматься в спортивной секции с аэробной нагрузкой. И они приносят результаты ЭКГ. Это очень важно, потому что мы несем ответственность за тех, кто к нам приходит, тренируется на тренировках, потому что нагрузка тоже достаточно высокая. По поводу спортивных секций, меня вот лично радует, что с выездом в край, но это была одна из задач наших, выехать в край, показать людям спортивный пейнтбол, потому что в крае нигде не проходили спортивные соревнования никогда, то есть люди не видели, как они проходят, кто такие спортивные пейнтболисты, как это всё выглядит, каково играть в спортивный пейнтбол. И после этого люди захотели пойти в секцию. То есть именно поэтому, например, у нас на сегодняшний день, она и раньше функционировала, и сегодня она ещё больше оборотов набирает в Чугуевке, спортивная секция. Вот сейчас открывается спортивная секция в Лесозаводске. Есть у нас спортивная секция, ребята занимаются, и я думаю, что она будет набирать свои обороты в городе Уссурийск, потому что мы планируем в следующем году в Уссурийске проводить соревнования. Вот. У нас есть секция во Владивостоке. На сегодняшний день вот планируют открывать секцию в Яковлевке, но работу пока ещё никакую не начали. То есть если у Вадима уже там большая часть сделана, то есть они нашли уже зал, они нашли место, нашли оборудование, фигуры, то в этой ситуации, конечно, нас радует, потому что спорт наш развивается, количество людей становится больше, им интереснее. На это совсем по-другому стала смотреть администрация тех городов, где мы эту серию проводим. В том числе, кстати, и во Владивостоке, несмотря на то, что как таковых соревнований полноценных во Владивостоке в этом году не проходило. А в следующем планируете? В следующем все планируют, что во всех городах будет... У нас не хватает месяцев, к сожалению. То есть мы ограничены, да, и по количеству. Мы хотим провести везде, у нас есть заявки, приезжайте, проводите у нас, но мы не можем. То есть этот год показал, что мы проводим в этих городах. Города готовы, клубы готовы. Организаторы отрабатывают вообще прям на 10,5 баллов. В Яковлевке вообще было предоставлено бесплатное проживание для всех спортсменов, которые приезжают на соревнования. То есть это, ну, наверное, по сегодняшним меркам спорта, любого спорта, это достаточно серьезная заявка. Говоря о развитии вида спорта и привлекая людей, да, говоря о том, что приходите, занимайтесь в секциях, мне кажется, очень важно еще раз акцентировать внимание на моменте доступности. И я имею сейчас даже в виду финансовую сторону. Ведь многие могут подумать, что пейнтбол что это? Это очень дорогостоящая амуниция, да, и ребенка я туда не отдам, потому что это же сколько мне нужно будет заплатить за это. Вот, знаете, все говорят о том, что пейнтбол это дорого, то есть это дорого. А пейнтбол на сегодняшний день это технический вид спорта, командный технический вид спорта. Если мы сравниваем даже с лыжами, то есть оборудование стоит дешевле, ни на сколько не дороже, чем, например, лыжное оборудование. Мы сравниваем, если это с автомобильным или мотоспортом, туда, куда тоже отдают детей, это в разы дешевле. То есть спортивная секция, она стоит столько же, сколько стоит любая другая секция в диапазоне от двух до трех тысяч рублей в месяц. А это 12-15 занятий. То есть заплатили один раз, пришли. Для тех, кто хочет попробовать, начинает, то есть мы рекомендуем покупать недорогое оборудование. То есть, например, купить на локотнике, на коленнике одежду, подходит любая трикотажная одежда, то есть это две тысячи, там, три тысячи рублей для того, чтобы собрать ребенка в секцию. Ну и также взрослым. Те вещи, которые продаются, и, ну, как обычно, на них указывают, это вещи действительно дорогие, но покупают их уже спортсмены, которые понимают о том, что я хочу себе на коленнике, там, за пять тысяч рублей, не за двести рублей. То есть я хочу себе вот эти штаны, потому что в них удобнее. Это уже так ради удовольствия. А, это уже, да, у каждого свои предпочтения. То есть это как с телефонами, такие же предпочтения. Есть много производителей, они все отличаются друг от друга, каждый индивидуально под себя подбирает. Мы очень рекомендуем всем не покупать самостоятельно какие-то вещи, потому что у нас на спортивных секциях, и в Лесозаводске будет, и у нас есть, можно прийти и померить все, померить, подержать в руках, посмотреть. То есть бейнбол, на самом деле, это очень доступный вид спорта. А со скольки лет можно начинать заниматься? Вообще в России проводят соревнования по юниорам и по детям, то есть начинают с 12 лет. У нас на секции тренируются дети и с 12 лет приходят, бегают, занимаются и абсолютно нормально. Как раз такой идеальный спорт для подросткового возраста, где можно выплеснуть всю накопившуюся энергию, пострелять, как говорится. Прийти домой и замертво упасть. Немножко попроизм, что для начинающих оборудование непоходимо, а именно как маркера, клуб предоставит. На секции предоставляется, что если ребенок не определился, нравится оно ему или нет. Не обязательно сразу все покупать? Не обязательно сразу покупать, нет, клуб предоставит все, будь то поучаствовать в турнирах, так же. Да, кстати, вот отличная ремарка такая. И на соревнования организаторы предоставляют, то есть своим ребятам, подопечным, все необходимое оборудование, ну кроме средств индивидуальной защиты. В общем, стоит прийти и попробовать. Я уверен. У нас остается буквально минутка, и мне бы хотелось, чтобы вы напоследок рассказали нам о ближайших планах, а может быть и не о ближайших. Мы немножко сегодня эту тему затронули, но давайте еще раз. Затрагивали. В следующем году мы начинаем серию с апреля месяца, и будем проводить ее до октября. В следующем году у нас участвуют такие города, как Уссурийск, Лесозаводск, Спаск, Чугуевка, Яковлевка, Арсенев. Вот у нас запланировано, я кого-то забыл, у нас запланировано 7 соревнований. И у нас будут проходить в основном турниры в формате 3 на 3, вот на надувных покрытиях, и у нас будет большой этап в Лесозаводске, но этот этап будет 5 на 5. У нас в следующем году по статусам турниров это будут чемпионаты муниципалитетов, районов, городов, в которых будут проходить эти соревнования. У нас будет этап Кубка России, зона ДФО, а именно в формате 3 на 3. Это ориентировочно в мае, в Чугуевке, и в июле это будет в Лесозаводске. В мае будет 3 на 3, в Лесозаводске будет 5 на 5. У нас будет чемпионат Дальнего Востока в формате 3 на 3. Это тоже достаточно серьезный статус. И мы расширяем географию. Мы планируем, что в следующем году к нам могут приехать команды из Сибири. Мы сейчас ведем переговоры. Мы приглашаем команды из Камчатки и из Сахалина. То есть очень большая вероятность того, что эти команды приедут к нам и будут участвовать в наших соревнованиях. По поводу Приморского края. Пока у нас остается 8 муниципальных образований, которые принимают участие. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Я желаю вам очень успешной реализации всех планов и новых идей. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова